стропильная система готова приступаем к монтажу фронтонов и кровли начнем с козырька фронтона который предназначен для защиты торцевых стен сруба от атмосферных осадков основой козырька фронтона являются отрезки брусков сечением 50 на 100 миллиметров длина порядка 90 100 сантиметров жесткость конструкции обеспечивают подпорки бруски крепятся двумя гвоздями к боковому бревну и к стойкам фронтона гвозди 5 на 150 миллиметров для устойчивого опирания брусков подпорки имеют вид показаны на этих кадрах для одного элемента получаются примерно такие габаритные размеры толщина брусочка 5 сантиметров ширина 10 сантиметров расстояние от стены порядка 70 сантиметров фиксация подпорок осуществляется установкой шипа на их конце в углубление в стене для того чтобы фиксация была жесткой прибиваем подпорки к стене гвоздем наискосок для того чтобы на козырек можно было положить листовой кровельный материал прибиваем обрешетку для обрешетки козырька можно использовать брусок с минимальным сечением 50 на 50 миллиметров нагрузки которые воздействуют на козырек небольшие самая главная задача для этой конструкции выдержать наш вес когда мы будем зашивать фронтон прежде чем начать зашивать фронтон мы должны подготовить поверхность для этого все элементы фронтонной стропильной фермы должны лежать в одной плоскости например на этих кадрах видно что в наслонной стропильной системе ригель фронтона и стойка конькового прогона выступают примерно на 5 сантиметров за плоскость стропил для того чтобы всю поверхность вывести в одну плоскость на утопленные элементы на объем брусочек 50 на 50 миллиметров на эти брусочки прибиваем доски или же другой материал который мы будем использовать для фронтонов для того чтобы накрыть кровлю вначале нужно смонтировать под кровельную конструкцию первый элемент под кровельной конструкции это гидроизоляция который фиксируется на стропилах при помощи контробрешетки в качестве гидроизоляции используют пленку или же полотно не пропускающую воду но пропускающую пар планка контробрешетки в сечении имеет размеры два с половиной на 5 сантиметров длина планки на 15 сантиметров меньше ширины рулона гидроизоляции раскатываем первый слой гидроизоляции и фиксируем его планками контробрешетки контробрешетка прибивается к стропилам гвоздями 3 миллиметра на 70 миллиметров поверх контробрешетки прибиваем обрешетку обрешетка делается из бруска сечением не менее 50 на 50 миллиметров обрешетку прибиваем гвоздями 4 на 120 миллиметров расстояние между брусками обрешетки называется шагом обрешетки этот шаг выдерживается постоянным на протяжении всего монтажа и зависит от кровельного материала которым мы будем покрывать крышу например для шифера шаг обрешетки составляет 53 сантиметра для других материалов это значение можно найти в руководстве по устройству кровли для каждого конкретного кровельного материала кладем второй слой гидроизоляции с нахлёстом на 1 в 15 сантиметров прибиваем контур обрешетку и обрешетку точно также кладем последующие слои подкровельной конструкции далее отмечаем и отпиливаем концы обрешетки так чтобы скаты крыши представляли собой идеальные прямоугольники добиваемся этого путем выверения равных сторон и диагоналей скатов подробно как это делается я покажу в практической части далее к торцам обрешетки прибиваем ветровые доски в реальности ветровые доски вначале лучше прибить с одной стороны а со второй прибивать уже тогда когда будет полностью накрыта кровля ветровые доски нужны для того чтобы защитить подкровельное пространство от ветра от снега от сильного косого дождя монтаж кровли заключительная операция при строительстве крыши настоящее время существует очень много различных видов кровли и для каждого вида разработана своя технология монтажа которую не сложно найти в интернете и поэтому в этом ролике я коснусь только нескольких общих вопросов монтажа кровли любая кровля должна выступать за пределы стропильной системы для того чтобы влага не попадала на деревянные элементы но при этом есть допустимые пределы выпуска краев кровли они всегда указываются в технических условиях или инструкции по монтажу например для шифера это значение равно 8 сантиметрам настоящее время производителями различных видов кровельных материалов разработаны подробные инструкции по монтажу в них указаны все необходимые операции и условия выполнение которых обеспечит надежное крепление и длительный срок службы кровли для того чтобы атмосферные осадки не проникали в промежуток между скатами крыши наверх стыка скатов кладется конек который прибивается через кровлю к верхним брускам обрешетки для козырька фронтона материал для покрытия нарезается полосками из цельных листов кровельного материала крепится он к обрешетке козырька точно так же как и к обрешетке крыши КОНЕЦ